Емулечка, не открывай! Вот, решила снять видео про комьюнити-центр. Это мы сейчас в Бонзор комьюнити-центр внизу. Вот, тут есть вот эти тренажеры, раздевалка там с туалетом. Вот. А, что еще? Вот здесь вот играют в теннис. Так, положи, это чужой. Дим, не трогай. Не лазь по ящичкам, Димуль. Здесь вот играют в теннис, со стеной тренируются. Это мы сейчас внизу, на нижнем этаже. Вот, вот там вот еще проводят. Дима, пошли сюда. Со мной. Вот здесь расписание. Tiny tax. Максик был на tiny tax. Сейчас я оставлю в видео. Вот, что это такое мини-площадка. Можно сказать, вот там вот. Вот, дальше холлы. Это вот чудо-рум. Здесь в этой комнате проводят еще занятия. Сейчас у нас йога-дэнс. Вот наше чудо. Что-то там танцует. И вот у Димы был сейчас баскетбол. Спортсал, но такой обычный. Вот, сейчас будут и другие где-то баскетбол. Здесь можно водички попить сразу за спортсалом. Урны четыре, минимум три обычно. А сейчас еще хочу показать. Вот это сегодня. Сейчас где-то какой-то такой хоккей. Без альдал. Кстати, интересно тоже. Вот. Где там наш Максиат? Это, значит, тут такое tiny tikes. Доллар платишь. И тебе как бы такой игроленд получается. Тут, о, детки. Да, взрослые наслаждаются. Для маленьких деток тут всякие вот такие машинки. Там что-то еще. Замок. Вот. Всякое-всячина такого плана. Очень классно, если на улице идет дождь. Потому что детки довольны, можно поиграть. А нам как раз удобно это сейчас в то же время, как и у Димочки, как его, баскетбол. И у Максика еще йога-дэнс не началось. Чудо-юдо. Водитель! Бери! Ку-ку-ся! Тебе нравится? Да. А там, смотри, домики, какие-то замки. Иди еще разведай, что там замки. А вон там еще два замка, посмотри. Вон серый, там еще за ним какой-то бежевый. А вот еще какая-то тарелка. А ну, может, ту тарелку покататься? Такие тут бабочки. И тут бабочки. А вот здесь при входе можно купить кофе, какие-то перекусы, снять деньги. И это тренажерный зал. Это вот возле комьюнити-центра. Стоянка всегда заполнена и не одна. Вот так он выглядит. Это бонзер, который немножко старый как бы. Вот. Есть у нас еще дорогой Эдманс. Мы туда тоже ходим, я его сниму. Вот. Вот там вот, несмотря на то, что сегодня довольно прохладно, небольшой плюс. Сегодня у нас 1 декабря, кстати. Детки играют там вот в футбол. Да, на улице. И даже в дождь они играют, что удивительно. Вот так. Так, это теперь будет комьюнити-центр Эдманс. Вход. Это здесь можно играть с детками, пока там занимаешься, пока кто-то занимается. Вот, бесплатно. Вот, здесь вот холл такой. Это более новый комьюнити-центр. Вот там вот всякие тренажеры, бассейн. Это бассейн, 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 бассейн. Пошли, пошли. Дима, мы опаздываем. Здесь играют в несколько спортивных залов. Ага, теперь там они. Вот, сейчас мы на втором этаже. У нас вот только что был хип-хоп. Вот там занимаются какой-то йогой или чилл. Мамин тогда. Да. Вот бассейн здесь. Вот в фонтанчике. Это видос переливали. Макс, как же ты достал. Макс, слим еще. Вот, Дима проплывал у нас сам вот этот вот бассейн, который вот сейчас слева в кадре полностью вдоль. Это детская горочка. Маленький проплывал. И там еще бассейн для взрослых. И там еще взрослые горки. Вот такой вот. За окном сейчас объем. Что я бы хотела добавить по поводу комьюнити-центров, это стоимость их услуг. Вот, в принципе, думаю, это интересно. Вот, получается, ну, table tennis fees, drop-in, это если на один раз прийти, ну, просто прийти сразу и заплатить. Вот, есть такой be active fee, это ты платишь, и ты можешь ходить сразу, ну, вот видно, какие суммы, и можно ходить сразу в тренажерный зал, в бассейн, на гимнастику, на любой фитнес и на акваэробику. Вот, потом есть просто, к примеру, бассейн, а, это просто drop-in gym, вот, если просто на гимнастику, вот, или тренажерный зал, это вот чуточку дешевле. Вот, и это сколько вот стоит бассейн. Вот, еще хотела я упомянуть, ну, помимо этих цен, вот, которые вы видите, можно нажать на паузу, вот, то еще то, что в бассейне есть такие дни, называется Looney Day или Looney Swim, а, вот здесь написано, Looney Swim, One Dollar Per Person, All Ages, вот, то есть всего лишь по доллару. Мне это нравится, это довольно-таки доступно для любого населения, с любым доходом пойти в бассейн. Мы в прошлом году ходили тоже по доллару часто, единственное, что минус это в том, что, естественно, в эти дни намного больше людей. Вот, сейчас мы иногда ходим по доллару, иногда ходим не по доллару, сейчас у нас есть такой вот кредит, здесь вот Financial Assistance, мы это получили, мы были, первый год подпадали под эту программу, потому что мы были в Канаде не год, и доход у нас был небольшой получается, и нам дали, по-моему, долларов 700, которые можно тратить на себя, как бы на спорт, на wellness, на это все. Вот, поэтому мы потихоньку этот кредит используем. Вот, ну вот дети ходят, к примеру, там баскетбол, йога-дэнс или же хип-хоп, это все где-то 10 занятий стоят там 50-60 долларов. Но комьюнити-центры это одно из самых доступных мест для занятий спортом. Единственное, что здесь это, наверное, будет не на профессиональном уровне, ну, скажем так, вот ты поиграл там баскетбол, все, там у тебя закончился пропуск, или там походил туда, вот, а если ты хочешь конкретно уже там заниматься чем-то, то мне кажется, тогда нужно уже не в комьюнити-центры идти. Вот, ну, нас пока с возрастом наших детей, пока что нас это все устраивает, потом мы будем смотреть, будут они чем-то заниматься более профессионально, или же все-таки нет. Ну, в принципе, вот такая информация, очень хорошее место для того, чтобы заняться собой, или же просто хорошо провести время. Спасибо за внимание, пока-пока!